хочу заметить то что 0 дэмэджа в хроносфер да вот это проблема вот только ультфуриона ну такое знаешь типа ну полу дэмэдж скажем так мне кажется что этого не хватит крутые линии у нас у спиритов в миде в миде хороший матчап в боте вообще просто не знаю что там делать саму тайду рики с алисером мне кажется вообще будет страдать на этой линии и в топе вот но вот единственное что мне не очень нравится вот этот клок мне кажется можно было поискать поболее это более интересного героя на пятерку для мипошки даже какая-то снепка даже мне кажется поинтереснее смотрел да друзья тут кэфчики у нас мимо проскакивали 215 на талон было и конечно же по-прежнему работает для вас промокод лима используйте его при регистрации в приложении битбом чтобы получить тысячу фрибетов на свой счет по поводу клокверка ну слушает настолько просто вот хороший герой да сейчас что спирит стараются забирать но пара саппортов клокверк и реки не то чтобы хорошо друг с другом комбятся да и реки мне кажется вот герой который всегда от пака страдает ну как вот конечно билд на саппорта когда ты берешь вот этот вот дротик и просто ну тучку на него кидаешь что пак ничего не может делать но с другой стороны это работает от 4 баунти руны как серёга год гонки 3 3 а 3 задавали у нас она действительно сейчас будет там там волк здесь от сэвэджа если пак ставит dream coil то реки не может ни одного спала нажать он не может уйти в tricks of the trade он не может блинкануться куда-то это просто вот все на тарелочке да у тебя герой 700 хп 2 нюка в него дал он погибает согласен удобно согласен не сказать что есть какой-то вообще сейв да для для этого пока то есть но надо будет какой-то форс покупать а кому я не уверен что у сальность работа вообще деньги в этой катке что у нас происходит пока что на линиях у тролля два крипа все пока что все ок в миде миде пока что ничего интересного но я думаю что у нас тоже будет относительно такая спокойная игра потому что разгоняются команды долго какие-то фраги я не думаю что мы увидим не в топе не на центре не на оффлэйне да у обеих команд вот поэтому скорее всего там first blood у нас какая-нибудь там 7 8 минуты как всегда в этом противостоянии посмотрим на винрейты 82 процента против 100 процентов но зато выборка у пака посолиднее у него целых 11 игр сыгранными кота мы его сегодня уже обсуждали очень крут на паке да знаем у микота это просто лучше его героя считаю и не только я так считаю ты знаешь вот единственный момент у спиритов вот если есть global вот окей ты нападаешь на бете через blink на любого героя вот нажимается global и у тебя демоджек вроде бы как и нету чтобы нанести в власой вот этот дэмэдж но чтобы убить героя да понимаю это понимаю чем ты говоришь тот оффлэйн фурион как тебе до первые пачки очень хорошо должен стоять у него очень крутой саппорт тусик он ему будет помогать линия ну я не понимаю этого клокер вообще не понимаю зачем этот пик да он теоретически может себе ловить фуриона но такого у вас уже и реки как бы есть и бэтрайдер есть но тушевые тора проблемки ну вот пожалуй забирает персплат тролли то просто вот герой очень специфический ты не можешь просто взять тролли и сказать ну классно да ты можешь взять фуриона так сказать ты можешь взять там какого-то морфа по большей части даже если у него там какая-то потенциально тяжелая игра у тебя все равно все должно быть более менее ок но тролли то слишком специфический персонаж тут против него global есть ты можешь там пока у него нет бкб манты сатаник просто global нажмешь он умрет за ну там за скил и не нажмет свою ульту просто да все так я сейчас посидел подумал вот если бы пиком спирит играли бы гейминг гладиаторс знаешь что они они бы сделали они поставили просто тайда фуриона и тролля в вайда и игра закончилась на минуте 15-20 вообще без проблем да да я тоже думаю примерно таким же образом что можно было бы как-то линии немножечко посвапать но посмотрим как здесь будет получаться у ребят пока мы видим что мира встречается с оли начинает с ним перетыкиваться здесь конечно мира по опаснее выглядит потому что у него есть вином и вынужден отсюда сайлансер просто уходить но у героя 5 хп регена 4 армора на реке очень хороший герой профессиональность штанс на миде пока ровно все пока тихо все ничего прямо интересного да спокойненько идет игра вы друзья также спокойненько можете посмотреть на шмоточки от наших партнеров ну 100 используйте промокод dota 2 для того чтобы получить скидку целых 20 процентов на все заказы как во флане так и в онлайне ребят пока разогреваются самое интересное все еще впереди не добивает крипа с флагом кстати обидно когда такое происходит особенно саппорт обидно да потому что он стоит как раз такой давай давай братан добей добей крипа нужно на центрик на центрик там на веточку на стике и он мажет и такой да блин еще тильтишь потом просто своего кора а че ты это играла все это реально неприятно когда такое происходит так ну что это очень на самом деле хорошо крипстат имеет хороший крипстат имеет я кстати слышал то что батрайдер против пока на линии прям очень хороший такой частенький луку о небольшие трудности могут возникнуть на сноубол и остается он в живых ну тебя просто на интовом героя да я про батрайдера щас говорю у тебя там 800 хп на левеле третьем арба и сайленс очень мало дэмэдж сейчас наносит и да у тебя в целом герой именно по статам просто выглядит посолиднее так и есть я вообще паков я уже говорил об этом не раз я их очень прям сильно боюсь потому что ну слишком тяжело против него играть когда игра достигает там каких-то сороковых пятидесятых минут его невозможно убить он тебя постоянно дамажит у него дремкойл пока бы работает в итоге ты там как-то отбежать не можешь дают что приятно когда ты например в лейд заходишь против вражеских коров у которых там бкб и рефрешера они бкб шки свои нажимают а ты там на форстафах куда-то улетел да 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 там куда-то убегаешь да не я про обратную сторону медали а тут пак тебе дремкойл ставят да и приходит какую-то тролль вот да здесь ну и там в данном случае там воида с бкб и давай вас всех лупить налево-направо и тора снова проблема отличный сноупол еще одна тычка минус тролль варлора слушай я помню похожую игру вот наверное серёга даже год сейчас сидит смотрит эту карту и говорит блин моя же команда так spirit обыгрывал мы брали как раз в айда мы брали ну я не помню что у них у них по моему еще timber был а у spirit как раз был тролль и что-то и какие-то вот еще герои но очень похожие имею ввиду ситуации что с одной стороны вводит с другой стороны тролли спирит проигрывали это в dpc вот они третью карту конечно потом закрывали да но вот был такой был такой матч у spirit в течение сезона но вот и тут посмотри опять проблемы нашли момент топ линии до сбирают джапса и тора может сейчас даже попытается скузить поковыряться но приходит микота с дабл дэмэдж он начинает очень жестко бить стопол работает ребята распределяется чтобы снова засанял только одного героя но это отсюда конечно не уходит типа это джапс кореша своего микота ну и уме пушки тут наверное тоже сейчас же будет дабл дэмэдж упак отсюда просто ну никак не уйти патрайдер пока сыграть никак не может на карте не пашка не хотелся ничего покупать потому что надо добить денежку на бот на ботинок не было 395 но он лак штан с панетворсом фурион 2 800 тролль 2 200 и потихоньку уже до коллапса тут ему сложно что сделать и саленсер может спокойно делать либо стаки либо вообще даже тапится в топ на самом деле да да друзья кибербом от наших партнеров друзья новая акция так называется переходите по баннеру в описании там вас ждут интересные конкурсы бонусы можете выиграть фри петы получить возможность выиграть девайсы хороший классный обновиться так сказать вот чтобы вам было удобнее потом катать в доту как вариант всегда приятно ларал забирается таким пока что пока что до фармит качается и над ворс у него даже побольше чем упака который даблкил нашел на оффлейне своем там сейчас опять пытается как-то поднапрячь и тора ультимейт на через профиту покажет еще не доступен то было тут побольше героев можно было бы напасть убить мипошка отбегает страйфуется не как надо выйти на руна обязательно нельзя пока отдать сейчас активку только я вот не понял почему ребята бегут на окей но им повезло два саппорт просто побежали на одну так так цепанули здесь слушай реки чай прям кайл не знаю будет ли он все-таки удачный или нет микота очень долго живет мипошка под ласт вордом минус рейки минус пак но тут приходит карл ой да ларл ларл карл ларл вспомнил почему-то это этого игрока из другой команды совершенно разменялись разменяли двух саппортов спирит на пока и сайленсеры в принципе для них то наверное размен выгодный конечно же потому что побольше над ворс они должны были получить за эту драку естественно драк пока качается у твой да большие проблемы 2800 странный очень выбор потому что не сказать что у тебя какая-то прям хорошая именно стратегия под войда потому что ты верно отмечал что дэмэджи в хроносферу ну мы не особо тут много видим потом линии у тебя ну чё ты сделаешь что-то иду не пик да ты видишь еще оффлейнера тяжело очень будет сэваджи то есть он надеется на то что команда прям жестко ему за спейсит и он сможет прям опа реводж пошел энкер смеш коллапс забирает рак солянова получает ласт ворд плюс курсу но я думаю что мага уже доволен таким поворотом до событий что он реводж реализовал ресурсы свои потратил героя сюда стянул отдал немножечко интеллекта что приятно но в целом очень хороший фраг приятный он сделал да и ты представляешь я тора видит вообще что три героя в боте он такой ребята вообще кайф и хорош мага то что за спейс он сейчас прокачается и пачку которая будет подходить и может быть стакнуть себе лес но у него просто минута просто free фарма щас будет нереального а что а то что сейчас делает он просто тэпница в бот и доберетала вышку да это ломает вышка тут потратил уже придется хрон оставить это не факт что он выживет потому что он может кто-то встречает очень сильно ошибается сэвэдж со своим тайм-делейшеном реки там забрали лассо потратили да ивануть конечно пришлось но тайм-делейшен просто вот слишком рано нажал если по на него был он он бы их атмосферу бы эту не поставил и выжил бы еще при этом того чтобы трейдер не смог бы за ним просто дальше лететь мне кажется просто 23 сэвэдж плывет во-первых ты ставишь сферу а зачем ты бежишь зачем ты бежишь просто к тому и беги по лесам просто беги по лесам не спеша зато упала тир-1 вышка в центре это всегда большой плюс потому что гангать теперь аталоном будет намного намного удобней если они вдруг попытаются что-то подобное сделать три тысячи натворца всего лишь у фейслос вайда даже тролль который на лайне два раза умер все равно ну хотя будет тоже 2 разуме получается ладно там на тайда какая-то такая жалкая атака пытаются его пробить хотят суши куда-то у него до сих пор нет микота на что он такой быстро на хосте что ли да он на хосте ну тогда он должен коллапсы здесь забрать есть global для того чтобы непонятно для чего или просто погибает от global никак не помогает а это добрать преимущество уже 2к у команды spirit микота уходит на арбу и даже без куда тайда убить не получилось не хватает не хватает немножко дэмэджа не хватает наверное какого-то фуриона да так позиции хорошие для сайлансера не хватает подцепили ларла ларл firefly есть ультимейтный черт профита работает дремкойл попытаются прыгать воин прямо прямо в коге прыгать дает time dilation не знаю хватит ли ему выживаемости здесь за счет стиков остается в живых еще один таймволк появляется коллапса очень плохо реки прыгает на блинг страйке тайт живет есть рэвэдж рэвэдж пока он дать не может джапс телепортируется нет придется тайда здесь отдать выйти просто надо ребятам и спирит не не обязательно драться к туши и сэвэдж не хочет прям отпускать у него должен быть еще один time dilation довольно скоро реки здесь должен погибнуть есть фраг для микота очередной ларл под time dilation просто не уйти здесь просто не уйти вот да вот за счет тут для битрайдера вот если вдуматься капец какая трудная игра да тебе кидают курсу ты не можешь стакать потому что дамажишься тебе кидают time dilation ты не можешь кидать напалм потому что не можешь кидать напалм у тебя в кд все время итора у нас рекордсмен по количеству рэмпэйджи на ти 3 рэмпэджи на ти 10 он сделал такой факт нам принесли наши партнеры кто-то двору ну в принципе достаточно известный но не стоит забывать против кого ты имеешь дело когда играешь с команды спирит дайдера круто себя показывал там ну играл на разных героях вообще чувствовался своей тарелки хорош перформанс него был не то что даже хорошая идеальный перформанс и так сказать добивает tower у нас в боте хочется отметить то что талоны у нас топ-тауэр еще не вскрыли однако они уже забрали мид и поэтому не знаю мне кажется мире надо просто стать в миде и добить себе что лавал он 13 на 13 минут до сих пор пятого него и над ворс такой очень слабенький да хватит ли ему на шар на пятнадцатой минуте надо на скрести где паника не забирать бизнес крипов там где-то поискать 800 голды ему надо до шарда еще я думаю что шарт в лучшем случае будет на минуте 16 17 даже да там посмотрел пока как параллельно игры идут тоже очень много неожиданных интересных результатов например в матче иго и хоум там и хоум доминирует сейчас чего мы от них не ожидали и тут погибает клокер но мипошка просто читает карту только что разревелил смог просто супер из-за этого мира еще спокойно себе добьет шестой левел до подобивает крипов по тарам и вот мы уже видим у него же 2400 нетворс уже пойдет уже можно подышать тайт у нас вообще он контест от в боте его нет смысла гангать там только в пятером можно убить выход у нас на реки самый параллельный момент использует он tricks of the trade но на нем вся действия сайланс до 13 фраг забирают талон суши талон будучи командой очень пассивный как правило умудряются сделать 13 фрагов за 14 минут то есть это говорит о том что ты у них и пика еще такой доводит который свою линию проиграл так глобал пошел попытка забрать и тора это очень важный фраг будет если удастся это сделать хроносфера пошла нас ворд пошел и тора должен погибать здесь минус тролль варлорд прилетел сюда тайт хантер для того чтобы как-то подсевить своего тиммейта но ничего не получается но колья мне кажется но нельзя нельзя и когда тебя упал уже в миде тауэр если тебя нет увижу нам на героев но нельзя выходить так глубоко ну пройди просто а смотри что у нас варен делает красавчик он просто баня тебе двойку ахами да хитрец какой но достаточно дефолтный мув но мы редко когда обращаем внимание на такие мелочи да потому что на карте много чего происходит не всегда удается это заметить на самом деле это очень много дает вообще в принципе так коллапса пытаются здесь забрать есть запирают его да и это должен быть фраг на самом деле сейчас минус мага блин спирит по моему начинают сыпаться поплыли поплыли ребята надо как-то столкнуться ребят из о хорошей может быть пиков да и должно хватить дэмэджа и вот у нас уже в целом какой какой никакой ответ но все равно мне кажется то что в целом уже надо играть под тайда на реке сейчас уже должен быть шарт плюс-минус что на что не один ганда и сотеннер немножечко не хватает ему но он быстро это найдет если перестанет команду умирать отдыхает земля в иллюминаторе бежит мира ставить глубокий вард но ставит его прямо на центре это видит это видит еще и талоны мира здесь может умереть сейчас он поймет что задевард этот обсервер и лучше туда не возвращаться потому что очевидно там есть какой-то vision и там он просто погибнет так затихает немножко у нас игра выровнялись коэффициент друзья 1 92 на талон 185 на спирит очень любопытно также друзья у нас по-прежнему работает акция от наших партнеров бэдбум приуроченная специально к этому мейджор да по промокоду лима вы можете в мобильном приложении получить при регистрации тысячу фрибетов которые можете воспользоваться да как бесплатной ставкой слушаем это интересно коэффициенте коэффициенте такие знаешь очень аккуратно и аккуратно там выше 2 не стоит 195 смотри вроде бы как воет должен быть посильнее чем тролль но у тролли есть такая прикольная опция да он может battle транс там как-то нажать и ты просто ну не сможешь его нормально быстро уничтожит а это просто какой-то чудовищный урон от джабса вот ты жаловался да что джабс ничего не делает на своем тимбе а вот здесь пожалуйста отрывается прямо на полную катушку на фурионе линию постоял отлично 9200 у него топовый на твороз в данный момент на карте и этот игрок делает делает вещи суету наводят герои спирит не могут чувствовать себя в безопасности до какой-то нереальный нетворс нас на фурионе на 17 минуте и я хочу отметить опять же миру который просто не нашел себе лавала не добился бы он стоял убил крипов во первых это не его линия ты вообще не должен показываться на реке если хочешь что-то добить подадим ну там ближе к тауру может быть в топе вообще то что в топе у нас пачка пушится всегда и вот тут вообще по сути должен стоять либо тайт либо битрайдер под реки либо под коком ребята немножко потерялись по карте не могут принять решение не могут решить как вообще им кто под кем должен стоять сейчас просто надо немножечко за дефаться вот у нас реки добил сейчас шар и можно попробовать по пиков есть очень не хочется на 2 сапа вставить сферу окажется и не придется потому что здесь подходит команда едва саппорта команды спирит погибает вот не работают вместе клок и риги вот просто у них они выполняют одну и ту же функцию ты хочешь иметь таких двух героев казалось бы у них есть какая-то синергия да между собой это ставит клокер коги туда кидается тучка и ты как бы стоишь и двигаться не можешь и с пылы кастовать не можешь и коги разрушить не можешь потому что миссуешь по ним но это все как-то очень непрактично как-то очень все оконтрится одним форстафом тогда все равно не хватает сейчас дэмиджа вот кто будет наносить дэмидж под под твой дротик нету героев ну пожалуй готов с тобой согласен от из защитные артефакты преимущественно там тролль свои шмотки чими на фармил пока заражаться талоном очень трудно из хорошего они в целом стянули туда пять героев но у талон настолько крутые коры настолько быстро передвигается по карте да ну то всем в целом они пришли тебя убили и но и пошли просто рассосались дальше по карте у нас смог от этим спирит успеет найти фурион кутоке будет да приятненьким будет пытается забрать джабзона есть глобала тут есть грифзы плюс реводж пытаются фуриона забрать он успевает ультануть пошла фотосфера но пока запирают прямо в это крону не может давать какой-либо на сферона какая-то да реально не очень не заперли в это хроносферу ларла тем не менее два кила своих сделали талон пытаются пробить реки марта уходит триксов за трейд плюс бринк на коллапса может быть как-то не дитора очень далеко он здесь просто не может оказаться тайм делейшн попал только по коллапсу ну наверное здесь наверное никак уже никого не добрать но мира еще хочет тротик полетел и тора подходит тучка ставится есть гашна есть форсав есть форсав и микота здесь забрать уже не получится вот на ответный какой-то контр инициации есть гриф зет коллапса живет мира какое-то время кидают тучку и тора может нажать тиммейт сейчас попытаться забрать здесь микота да ульту и то но не может не может догнать пока который улетает а то подцепил вайда войд погибает по итогу пытаются забрать еще и оли здесь рядом микота на развороте не хочет давать своего тиммейта в обиду заспавлился уже джапс есть шарды есть клейпнир и тора очень хочется забрать здесь команде талон дэмэджа немножечко не хватает продлевают дизейбл талон забирают все-таки еще и вражеского кэрри ну какие все ты посмотри там просто все горит в этих когах ларл наносит кучу дэмэджа своим файр флайям и вроде бы как даже более-менее удачный файл для спирит получился хотя казалось бы начался он ну начался тоже неплохо но продолжение было какое-то странное да когда вы просто двух героев там моментально потеряли за хроносферу уже казалось что ничего тут не сделать ну ладно спирит молодцы камбэкует хотя и на творца у них со второго по четвертое место да на самом деле камбэкнули немножко по нетворцам тролль набрал очень много он поучаствовал и в убийстве пока который большой лава и в убийство вайда и опять же еще фарион нас вообще первым умер то есть он умер успел арестоваться прилетел драка драка была очень очень длинная да и мы видим нетворц фуриона вы представляете просто ноты 40 секунд сидишь там или 35 в таверне и ты два раза подряд умираешься на творцам 11000 много денег отдали щас талоны но опять же у нас все кнопки нажались сейчас главное отпушить линии и может быть найти какой-то пиков чекда через реки под битрайдера говорила шучло что форстаф на паке можно купить и сидели ровлили ровлили там пацаны из студии аналитики начать что а вот пожалуйста пак с форстафом причем один из лучших паков на турнире наверное который представлен до 100 процентов микота слушает шащан может быть даже друзья в стиме он ему уже пишет я тут сказал в эфире что надо просто пожалуйста но не не оставь меня так сказать с позором надо собрать просто срочно появляется пока был тролль варлорда должно быть чуть чуть попроще но на в хроносфере пока бы как бы не нажмешь поэтому если войд как-то грамотно свой ультимейт сможет использовать что аудиторий не может чувствовать себя в безопасности но безусловно без блэкинг бара на тролль варлорде ты эту карту не играешь да безусловно и мы видим то что вот ну какой-то странники у нас нет ворс на паке да вот он вроде бы и форс купил и вроде мне сказать что там много как-то умирал вот не хватает немножко ему надо надо ждать даггер в идеале да на пакетом по моему он добивал его уже и у нас нажимает смог опять же от steam spirit игру и бегут в в двоечку и все решили подмит выйти но имя код красавчик просто выходит просто он пошел отошел ждут час даггера у нас талоны хватит ли дэмэдж хватит наверное если это логисты талон не успеют реагировать на этот момент то это же просто пей рошан для спирит похоже не реагируют они вообще играют в другой части карту что это за тп от сайлентера наш а у него наверно просто смог лежит и они с ним хотели смог нажать но все суши пеньки пеньки идут ресурсы правда не успеет но не должны вообще но и тора не оказался он забрал этот аегис и зашел потом в крона вот что произошло но драка начинается с того что погибает мира сейчас пошел глобал драка немножечко растягивается рэвач пошел забрали уже фейслос войда и тора с аегисом здесь прощать своего соперника не намерен бежит микота микота должна быть арба должен быть там сайлент шифт и он в такой ситуации конечно же выживает и талон сейчас потеряют наверняка еще хоть должны но мне кажется и тора не должен отпускать таких есть гашку пытаются забрать пак со спины нападает начинает уже сам дамажит есть глипнер а по ларлу работа ларл без бкб тролль вгрызается в одного во второго минус туск бкб жмёт джамс прячет себя в спруты гитара не знает кого ему бить ну как он то знает герой его не знает он просто бросается на каждого кто попадает ему на глаза в итоге никого забрать не получается бкб свое потратил отлично раскатили талон своего соперника коллапс пытается отсюда выйти дают петюню забрать конечно такого жирного тайда просто невозможно гривзы плюс пайп у него сейчас скоро будет активная способность от пайпа и дэмэджи он готов питать очень много вот чуть более грамотный макро талон они не должны быть в той части карты на такой минуте просто не должны ты каждый раз каждый раз когда ты играешь в доту и рошан на карте присутствует тебе категорически нельзя находиться большей частью команды в боте неважно за рейдинг или задая просто потому что ты не успеешь и вот мы говорили да про джаб запели там дифирамбо ему в начале да то есть до 15 минуты у тебя есть тринты то есть ты блочишь двойку ну ты не можешь чек трошана на такой минуте тоже немножко ну то есть он мог сыграть лучше да но и сама команда не была готова вообще к этому мову от teams перед ну и собственно вот у нас уже посмотрим какой нас нетворс на войде и он как минимум сейчас будет на пол на пол айтема может быть даже больше тут микота пока реально вытаскивать он не отдается его никак не удается подцепить он все время живет он все время тут такой назойливый да то есть он все время какие-то там арбит и да это что-то кого-то дизейблит кого-то дамажит его поймать никак не получается и чем дальше идет игра тем вот сложнее будет с этим паком совладать там нужны уже наверное какие-то хиксы уже будут да у но пока что у него и он может появиться или линка какая-то и ты уже просто не поймаешь линке тут масло москва вообще против бета против реки да да нет но это опять же говорю уже три тысячи разницы между двумя коррами у нас между тролем и войдом и следующие две с половиной минуты они точно не захотят драться так что сейчас надо максимально расплититься по карте с талоном не надо искать час в тимфайт летит бака башка нас кью большой у нас большой тусик получается ну слушай перформанс тусика на этой карте меня полностью устраивает он и загнобил тролля в топе он прилетел в бот убил тайда он он еще помогал в целом по карте за помогал с ронами естественно кью вообще вопросов 0 делает вообще максим будут сейчас талон отыгрывать более-менее пассивно аегис есть у тролль варлорда нападать на такую боевую единицу никакого желания нет наверное хочется свои какие-то шмотки докачать джапс решил играть полностью такой кэри билд это вообще наверное такая сигнатурка команды дал ну как бы сигнатурный стиль игры команды талон они не только вот фреоном готовые на тройке играть свои кэри слотами как сейчас многие делают но и там нагрих какую-то условно это тоже никто раз купает ну друзья вы можете воспользоваться точнее как не воспользоваться принять участие в акции кибербом от наших партнеров жмите на баннер под трансляцией напомню вам что вы можете выиграть это фри беты и конечно же крутые девайсы не скучайте смотрите мейджор и участвуйте в конкурсе так жить гораздо веселее да конечно хорошо я и я покупаю я регистрируюсь падает т2 это первое т2 вышка которая упала поэтому можно сейчас переманить иван пост мира готов цеплять сэвэджа если какие-то форстапы пока бы что по глобалу глобал хватит ли этого есть бкб есть тайболк не хватает спирит возможности забрать сэвэджа и очень много они потратили ультроля лассо бкб потратили конечно сэвэдж тоже свои спела нажал у него по-прежнему остается хроносфера а вот и гиды исчезают через 30 секунд если опять таки талон захотят мне кажется они имеют вообще ну как бы полное право нажать какой-то смолк и побежать в соперника сейчас но вместо этого спирит сами заходят врагу на двойку коллапс за ну показывает что там происходит 16 уровень упака это вообще кстати много-немного всем по дворцу как-то просел сильно я вижу что у бэтрайдера чуть-чуть побольше нет ворс и как будто это даже мало знаешь для микота обычно на такой стадии ты уже видишь более крупного я тебе могу ответить почему потому что ты к не собираешь к сэш тебя нету тебя нету линки у тебя нету те маловато маны понимаешь мана регена и вот она это как раз таки вот этот реки который заставил его купить за форсить купить форс да и форс ставчик и айон у него кстати говоря есть при этом да уже купил не один форс став то есть фактически сейчас является неубиваемым героем микота должен как-то допустить ошибку чтобы ему сначала айон диск выбили после этого он обязательно выйдет потому что ну вы просто не сможете за чейн станете его как-то форсонодса главное а потом еще раз на него напасть пока у него айон диск и только тогда вы имеете возможность его как-то забрать так что-то встали у нас ребята ждут и гида уже у тролль варлорда закончилась ракетка в топ чтобы как-то отпушить ну или напугать может быть джаб за его как очевидный смог ребята нажимают кстати по поводу шедо блэйда надо сильвер речь против в первую очередь против тайда и против тролля хороший тоже айтем поэтому в целом да почему бы почему бы не приобрести я думаю что мы еще подобные вещи увидим так ну что у нас потихонечку так вот робко они добирают т2 в топе спириты полностью полностью устраивает что происходит на карте сейчас они просто впушили две из трех линий прокачали близлежащие кимпы надо чекнуть активку и уже можно нажимать смог уже есть лассо так у тролля тут какие-то шмуточки тоже готовится башер появился чтобы бкб пробивать станет войда возможно даже и стана и выйдет табл дэмэш ютор активен наверное недолго будет длиться или долго смог у нас нажимает еще еще один тим спирит идут но нет увижу на нет увижу на не просто пытается пытается по гэмбли да то есть найти какого-то человека да да то есть такой ну по моему очевидность смог да то есть тридцатая минута началась вы мид запушили вдвойку зашли и как будто бы ребята готовы пак вместе с туском не особо понимают что к ним спали заработать час до пак уходит ку уходит получает лассо погибает но хоть дешевый ну приходится довольствоваться подожди они еще не забрали пока они у бкб есть да он учитель под баш понял сеточка сразу так но киев казино сегодня не пойдет с такой удачей может воспользоваться при этом если хочет а почему наших партнеров бы двум чего не надо так вот ничего не потеряет как минимум да почему с кайфом и вот как раз самый сильвередж который как ты говорил хороший здесь будет ну и что ребятам со спирит надо просто играть из по под рошана надо поставить в ордишок возможно ближе к двоечке чужой и играть можно в целом играть двойки чужой почему нет пусть ребята на талонах пытается зайти на хай граунд и как-то эту двойку отбить то что собственно сидел час перед а что у нас пороша на 13 секунд вот понимает что в этот раз лучше так хорошо на не отдавать поэтому с бота он тут же уходит добирает себе йолнир и команда талон потихонечку страйфуется в сторону рушпита активирует смоук спирит пока подобным заниматься особо не хотят контролит просто свою часть карты а дабл дэмэдж спавнится снизу об этом пока что никто не знает ни рейдинг ни дайр но эта руна может оказаться очень серьезным таким подспорьем в битве за рошана для любого коллектива вот она родная агапах заходит ревилит себя а и он ему кажется не выбили трим койл плохой по двум по одному герою а помощь и тайду хронов одного героя только тубая я ну не я понимаю но там такие плохие ультимейты залетели и погибает фейсла свой дитара за свое бкб плюс башер убивает фейсла свой да два байбека от команда спирит очень плохо все рассказала раскастовали талон откровенно трим койл в одного реки а хроносфера в клокверка который просто тут же выкупаются и ну и все и дальше продолжать эту битву просто бессмысленно но опять таки спирит потеряли тоже важного персонажа это да 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 он ну как бы очень много работы делает но слушай неужели спирит вот просто так нагло пойдут и тора коллет очень аркадный мув начинает бить рошу а талон они просто не не догадываются что команда из восточной европы может оказаться настолько просто хитрый что тут просто большинстве без тайда просто берут и ну не в меньшинстве но они просто без татьян тогда бегут и идут забирать рошана так у здесь начинает бороться с это рада был дэмэш кстати будет так никто и не подобрал попытка забрать ларла ларл бкбшки у него просто погибает окей это работе цитара один против всех мукшот просто хоть как-то помочь своему кэри надо но нет но нет возможности здесь подражаться перед и смотрит сейчас коллапс на это все дело говорит парни чё вы делаете чё вы делаете я только заспавнился у меня рэвэдж гривзы пайп ну зачем здесь зачем здесь сейчас пойдем сейчас подеремся хроносферы не будет этот рошан должен быть наш но команда уже вся успела сведить и коллапс ну вынужден просто отступать не факт вообще что он кстати вы ну ладно прошла варить он до 10 секунд подождите но мы торопились начали бить рошана поняли что соперник подошел можно отойти сказать ладно ладно не бьем не бьем все-все-все но потому что талон у них конечно есть дэмэш порошан в виде фуриона но они не будут этого делать мне кажется потому что там может быть райдер начинает летать для рокет бета да да то есть это это просто очень опасно для них и талон это команда это не егэ это не без кост это не вот эти вот сумасшедшие парни которые готовы вообще на все да то есть они не думают первая какая-то мысли в голову пришла они пошли и забрали там рошана 3x5 и чего угодно могут сделать пытаются забрать еще раз тайна но повторюсь персонаж слишком крепкий для игроков талон но коллапс красавчик колен блэйте перекинул вместо стиков понимая что на него могут выйти ну зачем вы идете драться подождите просто battle транс подождите бкб у вас хрона точно за таймлина ну да это очевидно у вас будет время просто ребят поспешили ну и слушай то это критическая ошибка что у вас выиграть против айда у которого дэмэдж 120 плюс 40 вот 120 плюс 40 все дэмджи 0 бкб заканчивается вайда у вайда он в доту не играет ну слушай посмотрим еще минут 10-15 не показывают нам спирит такой безошибочной игры как они на первой карте играли да вот первая карта прям просто ну ни к чему не докопаться да где-то там под загуляли один разок саппорта рошана отдали чуть-чуть затянули игру но все равно это может быть там 2-3 процента дало дополнительных на победу ребятам из талона дота плюс конкретно сейчас дает 75 на 25 ну пользу талон естественно поскольку у них аегис и преимущество по золоту игра затягивается в лейт у них бкб контроля ну как бы побольше то есть вот хукшот плюс лассо это конечно классно но от лассо можно защититься хукшот это такой спелл который не дизейвлет надолго там дремкойл потенциально который бкб пробивает там глобал который ну вроде бы что такое глобал в лейт стадии игры это какой-то там у врага сатаник манту все это диспеллит но если у тебя есть рефрешер то вот по после прожатия там бкб шик сатаников ты уже спелл и не сможешь нажать потому что диспеллит этот глобал будет нечем это тоже не стоит недооценивать так и что у нас пак у нас упака летит силовой блинг уже еще больше дэмэджа будет и собственно не хотят нажать смог и поискать в своем лесу команду спирит да да пока эйгис есть надо играть активно стараться просто смотри 142 на 48 дамж жестко он еще и он еще линку делать а потом еще и рефрешер будет делать на вайде очень сложно играть будет против реки я считаю не говоря уже от роли да там битрайдере за доджили у нас этот файт тим спирит хорошее решение не обязательно драться в этого в айгис тем более что вы видите то что в это уже тетнулся распушил пачку на все надо трейдить мапу сейчас нашли вард круто летка появилась у пейсла свайда кей уже вот у нас рисует не пашка говорит но мужики все выходим идем обратно в бот надо ждать пока исчезнет и гида конечно тут ничего не особо не придумать спл призма для пока она скорее всего упала вообще кайфы играть с этим айтемом сразу передали на карте да но пытаются все таки у нас талоны найти файт навязать файт спиритом но а спириты тертые калачи они понимают то что их с минут 30 там и говорят да мы ребят мы зачинемся у нас в целом фарма хватает трикстер клоук хороший вард ставит у нас сами пошка на это варде можно попробовать подраться если начать но только не войда сэвэдж подпайчивый сбивается линка напали на кул у которого есть бкб а тут пошла хроносфера дэмэдж вливается есть global коллапс жмет гривзы выжмет pipe сейчас должен выдать он свои спелы но погибает уже патрайдер размин саппорта на мидера очень больно джам его вгрызает сеги торопьет очень больно войдет шару бойт умрет но это только и вида это только и гида ставится дрим койл попадает опять микота не самым лучшим образом метара нет спулов сейчас а вот у своджа спал и не может выйти из стана его дизейлик еще раз и попадает и таро просто по нему в этот трикстер клоук и оли тоже погибли. Здесь Spirit полностью камбэкует. Слушай, ну Миропапа вообще, да? Да, хорошо он все сделал. Красавчик. И вот этот Сайленс дал по войду, чтобы он не успел отпрыгнуть. До всех, до всех хорошо. Какие-то вот торопятся, мне кажется, Микоту. Он немножко недоигрывает на своем паке. Мы от него привыкли видеть намного более жесткую игру, да? Мы смотрим, да, пытаются тут цепить Сэвэджа. Смотри, он ищет, он ищет бэклайн, он ищет бэклайн, но просто никого не находит. Но вот он халдит, халдит свой Дрим Койл, пытаются забрать Джабза. Сейчас вот он отойдет, пошел Рэвэдж, он попадает в этот Рэвэдж, ставит Дрим Койл и попадает посмотреть только по одному Рикимару. А знаешь, почему он не поставил Дрим Койл? Потому что Смоук Крин лежит просто. И ему приходится отойти, ребята со Spirit уже разбегаются, и вот у тебя уже получается Дрим Койл сбрызган. А тем временем падает хайграунд у команды Талон. Байбеков у них, мы видим, что нет, Spirit пытаются сейчас Хекс пошел на паку, у пака нет Айон, появляется, появляется Айон Диск, но он просто из него, его просто недостаточно, чтобы выжить здесь. Микота, байбек у него есть, но как же ему не хочется сейчас его тратить. Но если он его не нажмет, то упадет два лайна, а возможно даже и три. Что делает Талон в такой ситуации? Ну смотри, если сейчас Spirit и идут в мид, то ему придется баяться под Вайда. Ну, скорее всего. А что по хроносфере там уприсал с Вайда? Наверное, еще минутой. Скоро будет, скоро будет. Даже меньше. Пытается здесь как-то задержать Етора. Есть микро-Еул, цепляет Ку, пошел Глобал, прыгает в отстриму, сбивается Линкин Сфера. Пытается он с Етора бороться, но у Етора есть баши. Правда, у Вайда тоже есть баши. Етора получает очень много демэджа, пытается выйти в этот раз римкоил, не самый плохой. Есть демэдж по Етора. Етора успевает активировать ультимейт. Сэвэдж прыгает, ставит хроносферу по двум героям, но Тайда он не пробьет, он может убить только Рикимару. Тролля, правда, забрали тем временем его тиммейты. Слушай, там, кажется, была тычка Сильвера, и да, Тайкантера в конце концов смогли забрать. Ответный, отличный мув от команды Талон, и может быть, они как-то смогут наказать своего соперника, что по Глифу у Спирит. Глиф у Спирит есть, он потом обновится. Я думаю, что они готовы будут пожертвовать одной линией, тратить байбэк на тролля сейчас на сороковой минуте. Это, ну, зачем это делать? Это все-таки может и группа решать. Да, продолжаются у нас качельки, то одна, то другая команда ошибается. Но, слушай, все мы люди. Заигрались немножко, ребята, да, заигрались. Идут они по миду, дэмэджи на самом, тавер дэмэджи хватает, и без Рики, мне кажется, будет сложно дефать эту, эту линию. Будет ли, будет ли байбэк на Рики? 28 секунд. Да нет, я думаю, что просто отдадут. Ну, зачем? Сейчас ведь какая ситуация? У пака нет бая, допустим, ты нападаешь, убиваешь пака Вайда, если пак, ну, погибает бай, у него нет, воид погибает, но если он при этом тратит хроносферу, от его байбэка толку, в общем-то, не так много, если у него нет рефрешера. Поэтому, ну, ты можешь просто на байбэках сыграть. Действительно, на третьем Рошане попытаться как-то поставить точку на этой карте. Три баунти-руны находят команда Талон, сейчас очень такой приятный бонус. Полторы тысячи голды тут же, да, там по 108 на человека, за каждую руну. Приятно, приятно. Фейслос вводит у нас с Линкенсферой, далее хочет у нас приобрести рефрешера, что, в общем-то, вполне понятно, но с маной у него будут возникать проблемы, потому что... Нормально, там тысяча сорок, ПТ хватит, нет, там маной хватит на все охраны сферы, это не проблема. 300-350 рефрешер, кажется, да, или 375, я не помню. Ну, короче, там под тысячу маной. Если он не будет кастовать таймволк и таймделейшн, то ему, как бы, да, должно хватить. ПТ просто на интопе переставить, тебя точно хватит маной. 1167 маной, да? Очень важный момент. Для Талон ситуация, вот, с одной стороны, не очень хорошая, потому что у них спушен бот, это значит, что крипы там постоянно давят, но, с другой стороны, у них есть очень юркий пак, который все это может отпушивать и которого тяжело забрать. Ну и, конечно же, Nature's Profit может дать несколько, там, тычек прокнут молнии, заспаунит он пеньков и отправит их по лайну просто, да, которые будут, ну, просто выиграют время, то есть линия будет намного дольше доходить до базы Талон. Я вот только сейчас понял то, что у нас Етора играет без лайфстила. У него нет сатаника, Таник не покупал Владмир, Клок не купил Владмир тоже, то есть он просто играет, я не знаю, и за место чего тебе брать сейчас Таник? Вместо Си получилось? А я не вижу, что у него забил. Он купил Даггер себе, продал фазы. Ну, Даггер это нужная вещь, конечно, просто прыгнуть за ульт, убить героя, может быть, там, под хиксы, под какие-то потенциальные, если они появятся. Аганим на Рошане, очень-очень хороший артефакт, в общем-то, и для одной, и для другой команды воет, я думаю, с огромным удовольствием этот Аганим поглотит и будет просто баловаться, да, прыгать туда-сюда, всех встанеть. Там тот же самый... Дайдер тоже обрадуется, Дайд обрадуется, для Клока Аганим очень хороший. В общем, тут реально очень много героев, для которых Аганим будет прямо отличным дополнением для билда. В Смоуке выходит Спирит. Что у нас по байбекам? Байбеки есть у всех... Слушай, а у тролля нет байбека. Так-то. 700 голды у него нет байбека. Вот мы говорили, что он не должен выкупаться, чтобы у него оставался байбек на самую решающую драку. Джабс, Джабс. Но он с байбеком, он видит, ревилит эти смоки, прыгает, ставит Кроносферу. По кому попадает? Кажется, по Бэтрайдеру и по Рикки. Минус Рикки. Рикки сразу выкупаются, пытаются забрать Тайда. Тайд погибает у него. Есть байбек, есть лассо. По Джабсу. Джабс не знает. Очень-очень жестко проседать под топорами Етора. Етора нажимает боковая. Там куча каких-то форстафов. Тролли пытаются откайтить хороший хукшот от мипошки, но байбек от Нейчерс Профита. А как теперь драться, когда все ресурсы на кулдауне? Етора подловили. У него-то байбека... Нет, у него появляется байбек. Самый последний момент. Может, он как раз рядом с секретшотом что-то продал. Опять с кронной. Сэвэдж начинает бить просто трех героев здесь байбеков. Больше не будет у Спирита. Они теряют Тайда. Они теряют Рикки. Это ситуация. 5х4. Рошан живой. У троллей есть еще ультимейт. Я не знаю. Мне кажется, здесь нужно как-то принимать бой Спирит, потому что потом будет очень тяжело. Хотя, опять-таки... Блин, байбеков нет. Там уже у тебя... Опять на тебя две хроносферы упадет, а байбеков у тебя просто нет ни на одном персонаже. И что делать? А Талоны не понимают. Они не хотят провоцировать Спирит на эти страшные вещи. Потому что это начинается какая-то мясорубка, в которой ты тоже на самом деле можешь выйти проигравшим. Послушайте, я не понимаю, почему они не ведут по топу. Просто идите и доберись. Если вы не хотите бить Рошана, просто форсите, пушьте все линии. Они стоят и ждут чего-то. Очень, очень, да, такая неявная ситуация на самом деле. Я бы не сказал, что это даже риск. Это просто надо взять ответственность и заколить. Это очередная вещь. Рошан начинает падать. Сталон много демеджа. Хекс есть у Сайлансера. Он вот дофармил. Мы видели в его квикбай этот артефакт. Все девайсы, скажем так, так оставляют для Сэвэджа. Но наверняка Аигис и Аганим ему нужно забрать в первую очередь. Или нет, или да. Да, да. Слушай, дают Аганим Фейслос Вайду, но Аигис все-таки... А Туску? То есть Фейслос Вайду вообще ничего не дали. Эгида для Фуриона, Туску Аганим, сыр у Фуриона. Джабс Байлс, поэтому... Нет, я понимаю, я понимаю, ну просто... Ну ладно, у Вайда, наверное... Хотя... Да, слушай, да... 100 голды. Да слишком АПшный Аганим у нас на Тускаре. И ты понимаешь, сбинусь, а раскатить тролли, поскольку надо. Да, 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 да. Супер кайф. Сбивает Селенка, есть сон. Лассу давать пока не хочется. Вот, по сути, убить Вайда Единственное, возможно, скорее всего, что-то сделать сейчас. Да, у него есть байбек, но если ты его убьешь, он выкупится, он пока летит на этот аванпост, пока суд да дело, вы уже как-нибудь там рассосетесь, разбежитесь, и уже, ну, Севердж не будет чувствовать себя в... Ну, таким прям королем, да, в этой игре, потому что у тебя нет байбека, ты очень важная боевая единица, у тебя хроносферы. Ты, по сути, эти хроносферы ставишь, и ты эту карту заканчиваешь. У тебя есть вспомогательные всякие там дремкойлы, глобалы, там с ноутболом как-то можно начать, панчем можно начать, но если ты со своими хроносферами ошибешься, то враг выиграет эту карту. Да, все равно, тебе сложно, тебе интуитивно сложно играть без байбека на кэре, ты уже думаешь, ага, я не буду подставляться, я буду стоять и холдить, пусть кто-то другой будет начинать. А кому начинать? Ну, паку только, если пытаться там прыгать в кого-то, ну, то есть кто-то должен начать вообще этот тимфайт. Если тебе, да, не будет байна в айде, тебе будет очень сложно это сделать. Прожимает смок у нас талоны, а куда они бегут? Отпушить бот бегут. Думаешь, что выйдут сейчас на фуриан? Ну, не знаю. По контролю ли баунти? Байбеки кто вообще из команды талон тратил? 7% шанс победы на спирит. Да, конечно, оказаться в такой ситуации не позавидуешь команде Дайр. Так, байбек жал фуриан, и пак у нас жал очень давно байбек. У него сейчас он уже появится. Это как раз тогда на хайграунде, когда его цепанули и пытались забрать. В общем-то, это получилось. Потом он выкупался, ребята отбились. По боту будут пытаться заходить. Сейчас как-то талон, не знаю, может быть ждут какого-то персонажа, который будет отпушивать эту линию. Ты знаешь, они могут подождать либо героя с гемом, либо саппорта, который будет пытаться девардить опс. Да, у нас дримкойл уже сквозь БКБ. Ну, не скажу, что он прям тут зароляет что-то. Не, ну почему? А троля как легко раскайтить? Он ультует, ты на него, или там, он БКБ жмет, ты на него койл, и от него отбегаешь. Либо это БКБ полностью простаивает, либо он активирует ультимейт, рвет дримкойл, и тогда вообще беда. Никит, а какой герой не кайтит троля уже? У, смотри, у Сайленсера Форс и Хекс, у Фуриона у нас спруты, то есть, и БК, АПК вообще плевать в целом на Вайдар. Это такая тяжелая игра. Тролль плохой герой. Да, да, да. И как бы об этом я много раз говорил. Да, тролль это ситуативно неплохой персонаж. Абсолютно. Против какого-то ЦК, может быть, может быть, против Урсы тролль считается контрпиком, но базовый это герой не очень хороший. Куза летел далековато, попытался, видимо, кого-то здесь пнуть, но не получилось. БКБ своего потратил. Пак тем временем докупил Ревенанс Бруш, такой предмет, но ага, Хекс, Тусу могут забрать, у него БКБ-то нет. Коллапса пытаются бить, у Коллапса вынужден выдать рэбот, потому что он просто погибнет, Абая у него не будет. Есть рефрешер у 23-го. Выкупается Туски, есть Глобал, прыгает. А что это за сфера? Какие плохие хроносферы. Вот просто дает шанс Сэвэдж вот этими хроносферами сейчас команде Спирит. Но в любом случае Дайер будут играть 3х5, и они сейчас, ну, не знаю, им надо что-то делать, им надо как-то прыгать, потому что талон, если заберут сейчас эту линию, они пойдут на третью, а потом у них хроносфера откатится. Ситуация лучше не станет. Неужели Спирит готовый вот просто ждать более удачного какого-то момента? Похоже, так и есть. Слушай, им сложно начать драку сейчас, потому что нету лассо, Рики сложно подойти близко, потому что там гем уже у пака минут 15 находится. И прыгает, и... А там Айон. Там Айон, да, просто покнут. Так, пытаются как-то отогнать Етора от последней линии. Удается это сделать, джабс используется, пруты, все, это мега-крепы. Талон могут, в принципе, отсюда уйти, если хотят. Поскольку хроносфера у них на кулдауне, но подцепили тролля, за тех, с собой убивают. У него байбэк отсекствует. Ну, ситуация повторяется. Опять, ребята из Кадзи. Почему Скади на тролля? Я не знаю, я не думаю, что это как-то сильно решало. Здесь, скорее, очень много ошибок, очень много неправильной игры.